Вы слушаете СБС на русском языке, с вами Лера Швец, и это вторая часть нашего разговора с историком искусств Екатерины Хиз о том, как женщины в консервативные времена влияли на политику разными необычными способами, и сегодня речь пойдёт о Наполеоне. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня, насколько я понимаю, будем говорить про женщин в Австралии и то, как они использовали коллекцию предметов Наполеона для того, чтобы влиять на политику, верно? Да, да. В частности, я бы хотела поговорить о мадам Мабел Брукс, консервативной женщине, которая родилась в начале XX века, в очень обеспеченной семье, такой колониальной, в которой большое количество поместьй было вокруг Мельбурна. История этой семьи начиналась в XIX веке, это была непростая история, и хотела бы рассказать о том, как она использовала Наполеон, и почему Наполеон играл такую роль в австралийской политике. Об этом мы забыли, и мне кажется, важно напомнить людям об этом. Дело в том, что во время ковида мы узнали, что в Австралии, оказывается, есть тоже интересные коллекции, связанные с Наполеоном, и в частности с женщинами. Дело в том, что в Монингтон-Пениссула есть такое поместье, называется это Браез, а также есть Монингтон-Пениссула Art Gallery, в которой хранится примерно 400 предметов, связанных с Наполеоном. Это довольно-таки странно, да, почему столько предметов, связанных с Наполеоном, там находится. А связано это с тем, что Наполеон был отправлен в ссылку, да, в конце своей жизни на остров Святой Елены, и за ним должен был там наблюдать, в частности, семья Белкомов. И вот эта семья потом оказалась в Австралии. Так как это же связано с Наполеоном? Дело в том, что Наполеон подружился с этой семьёй и жил сначала в их семье долгое время, а потом, когда ему под его нужды подогнали новый дом, он туда переехал, но поддерживал связь с семейством Белкомов. В частности, там была девочка молодая, 15-летняя, Бетси Белком, которая была просто лучшей подружкой Наполеона, и они постоянно играли друг с другом. И она написала знаменитые мемуары Бетси Белкомов. И в этих мемуарах она, в частности, то есть показывает другую сторону Наполеона, Наполеона человеческого, Наполеона не военного какого-то, а человека, который играется, много смеётся, которого побеждают женщины и так далее. И свои мемуары она использовала для того, чтобы своей семье помочь. Дело в том, что её семье, из-за того, что они так сильно дружили с Наполеоном, её заподозрили в сговоре, чтобы освободить Наполеона, их выдворили с острова Святой Елены, они какое-то время судились в Англии из-за этого. И в это время она, Бетси Белком, вышла замуж, вышла замуж неудачно, её муж сбежал, бросил её с ребёнком, и она оказалась без средств для существования, потому что её семья судится, её сама бросил муж. И вот она находится в тяжёлых условиях финансовых, и она пишет эти мемуары, которые помогают её семье финансово, и в частности, в определённый момент ей даже достаётся земля во Франции от родственников Наполеона, потому что им понравились эти мемуары. То есть мемуары помогли ей выжить и помогли даже какие-то земли приобрести. Ну и потом семья Белкомов оседает в Австралии, живёт в Австралии какое-то время. Их прапраправнучка Дэйм Мабелл Брукс, то есть они уже в это время стали богатыми, вхожи в высокие какие-то слои австралийского общества. И Дэйм Мабелл Брукс, она взялась с начала XX века, и ей всегда хотелось заниматься политикой. Она вообще консерватор, и пытается на выборах какую-то поддержку получить, и так пытается, и так. Но дело в том, что Австралия – это очень консервативная страна, и женщинам очень сложно пробиться власти напрямую, её не выбирают. И тогда она решает. Дело в том, что у неё было много друзей, и она выбирает путь лоббирования. И как и многие другие женщины, ты можешь лоббировать, если ты занимаешься благотворительностью. В частности, она занимается сбором денег для больниц, многих больниц в Мельбурне. За счёт этого у неё появляется много друзей, например, Роберт Мензи, то есть все эти политики консервативные, все в её друзьях. И она помогает молодым политикам тоже продвигаться, сделать нужные знакомства. То есть она не напрямую влияет на власть, а из-под воль. Обучает их, помогает им сделать нужные знакомства. И с помощью этого какие-то свои идеи продвигает. Так вот, она в определённый момент решает, что ей нужно поддерживать свою связь с своей знаменитой прабабушкой, тёткой вернее. И, соответственно, она создаёт коллекцию наполеоновскую. То есть что-то ей, мало что ей, конечно, досталось от своих родственников. В основном она начинает ходить на аукцион, она женщина богатая, и собирает огромную коллекцию, связанную с Наполеоном. В частности, она даже выкупает дом Лонгвуд, в котором жил Наполеон на острове Святой Елены. И она дарит этот дом правительству французскому. Ей за этот орден почётного легиона, то есть ей там большое количество наград достаётся. И она это всё делает не просто так, а для того, чтобы продвигаться в политике. То есть она становится важным игроком в дипломатических связях между Австралией и Францией. И, в частности, она, например, тоже становится другом американского президента Линден Джонсон, который после Кеннеди правил во время войны во Вьетнаме. В Австралии многие против войны во Вьетнаме протестуют. Но Линден Джонсон приехал в Австралию убедить австралицев, что нет, нужно продолжать войну во Вьетнаме. И, в частности, Мобед Брукс ему в этом помогает. Он приезжает в её дом, там есть много статей про то, как она это делает. И она, да, её роль, почему она ему помогает, потому что они знали друг друга во время Второй мировой войны. Линден Джонсон жил в её доме во время Второй мировой войны, и они так познакомились. Да, вернёмся к коллекции. Это действительно интересная коллекция, потому что это не просто какие-то предметы. В основном это предметы связанные, она воссоздает эту историю своей прабабки. Она пишет большое количество книг про Наполеона и пытается как бы вписать свою историю своей семьи в мировую. И пытается за счёт этого поднять какой-то свой престиж. И людей постоянно приглашает к себе домой. И для того, чтобы заявить о себе, и через это тоже начинать как-то влиять на политику. И чем интересна её коллекция? То есть Наполеон там очень смешной. То есть там много очень карикатурного Наполеона. Много Наполеона такого действительно необычно смешного, какого-то детского. Вообще про Наполеона в Австралии забыли после 60-х годов. То есть коллекция Мобель Брукс, когда она умерла в 70-х годах, она её подарила коллекции NGV, National Gallery of Victoria. И те сказали, нет, нам такое не надо. Потому что Наполеон это всё-таки про войну, про империализм. А это не модные темы. Кстати говоря, до сих пор не очень. Но немногие хотят с этим связываться. Вот эти все предметы были посланы на Моннингтемпенисилла, где они фактически были забыты. И забыты они были буквально до кражи. Кража произошла несколько лет назад, потому что там всё это хранилось просто в домике, без охраны. И, соответственно, когда украли какие-то предметы, в основном небольшие, тогда пришло осознание, что за этим нужно следить, восстанавливать. Сейчас там идёт ремонт, продолжается ремонт. И надеюсь, что когда он закончится, про эту историю расскажут. Какие там, в принципе, предметы непосредственно в этой коллекции? И что же за кража такая была? Что украли? Что украли? Украли в основном предметы, что можно было легко утащить. То есть там были небольшие такие медальончики с портретами. Был какой-то медальончик с волосами Наполеона. То, что легко утащить и легко продать. Дело в том, что Наполеон, после его смерти, был целый культ Наполеона. И люди в огромных количествах покупали какие-то вещи, связанные с Наполеоном. В Австралии огромное количество предметов с волосами Наполеона везде. И, в частности, там был такой маленький медальончик, сделанный из волос Наполеона. Но это не просто... Это прямо картина. Там буквально вайлетс. Цветок красивый, фиолетового цвета, из наполеоновских волос. Вайлетс – это был символ Наполеона. То есть это был такой патриотический символ. И вот такие такого рода интересные объекты украли. А что вообще в коллекции? Там есть стол, за который сидел Наполеон на острове Святой Елены. И писал свои мемуары на диктову. Там были чашки фарфоровые, просто глиняные чашки, из которых он пил. Проблема такого рода коллекции состоит в том, что не всегда есть возможность узнать подлинность всего этого. Поэтому, да, в этом дополнительная трудность, в частности, для хранителей. Потому что, возможно, половина этих предметов этого времени, но не обязательно связана с Наполеоном. То есть это всё нужно проводить тщательные, долговременные исследования. На это денег, конечно, нет. Тем не менее, это интересные истории, и многие предметы действительно подлинные. И относятся к этому времени, и о них стоит рассказывать. И в частности, в нашей статье, которую я писала с доктором Глядхилл, мы говорим о том, что это интересная коллекция, потому что она связана именно с историей австралийской политики. Потому что, на самом деле, мы мало знаем о женщинах в австралийской политике, особенно в этот период, консервативный период. Потому что, да, это считается, что не очень такое прогрессивное время, и не обязательно его исследовать. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.